Казахстан и Южная Корея объединили свои усилия еще в начале 90-х, когда молодая независимая республика обратилась к опыту села в проведении кардинальных экономических реформ. С тех пор страны расширяют сферы сотрудничества от инвестиций, совместных промышленных предприятий до зеленых технологий и практики проведения всемирной выставки Экспо. Здравствуйте, это программа «Кабинет», и меня зовут Тимур Мухаммадеев. О том, с чем будут связаны новые точки соприкосновения двух стран, а также, что сегодня привлекает южнокорейских инвесторов в Казахстане, мы спросим чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея Пекчухена. Разрешите? Здравствуйте. Господин посол, здравствуйте. Меня зовут Тимур Мухаммадеев, программа «Кабинет». Очень приятно. Вы знаете, ну, естественно, все, что касается взаимоотношений двух стран, сегодня это достаточно тема актуальная, потому что в Казахстане присутствие корейских компаний, корейских инвестиций, корейские технологии с каждым годом, я так понимаю, приобретает уже такой, да, более масштабный вид и характер. Я бы сказал, что Казахстан сейчас проводит форексированную индустриально-инновационную политику. Это вспоминает мне политику, которую мы провели начиная с 1962 года. Это пятилетная экономическая программа. Мы повторили где-то шесть раз, и в 30 лет мы развили свою экономику поэтапно. Я думаю, что здесь тоже вижу такой план, и я уже прекрасно понимаю, что это такое план 2020-2030, и недавно мы увидели 2050. Здесь я найду возможности для сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Корея. И наша политика в связи с Республикой Казахстан – это внести скромный вклад в протесты развития экономики и развития страны Казахстана. В этом смысле мы готовы. Ну вот формулировка «внести скромный вклад» она, в общем-то, звучит достаточно скромно, потому что вот если сейчас посмотрим мы на улицы, да, то корейские автомобили сегодня в очень-очень большом изобилии представлены. Я думаю, вы согласитесь, да, Hyundai – известные всемирно корейские бренды автомобильные. Вот скажите, какие еще направления сейчас на повестке дня, так скажем? Ну, вы знаете, я, насколько я знаю, сейчас правительство Республики Казахстан прикладывает много сил для того, чтобы привести политику зеленой экономики в Казахстан. Но я думаю, что, честно говоря, это неожиданно, потому что здесь достаточно есть месторождения полезных ископаемых, достаточно нефти, газа и минеральных ресурсов и так далее. В связи с Республикой Казахстан, насколько я знаю, что ваш министр Капоропа пригласил нашего эксперта, который работает сейчас в ЭСКАП. Он был получателем Нобелевской премии даже, и он несколько раз уже прочитал лекцию здесь, в «Желеной академии» и так далее. И поэтому сейчас мы имеем общий язык для проведения такой политики. А каковы сложности? Вот, да, вы правильно говорите, дороговизна, это понятно. На первом этапе это всегда очень дорого. А еще какие сложности могут быть? Два важных момента. Один – это цена. И большую сумму инвестиций должна будет влазить в этот план. И плюс обеспечение стабильности энергоснабжения. Это два важных момента. И здесь, например, в Казахстане мы говорим, иностранные инвесторы говорим, пока не готовы к правовой базе для покупки энергетики. Только с этим получается успешное проведение такой политики. Еще один вопрос, он неизбежно, собственно, возникает. Это все, что связано с обменом технологий, с технологическим сотрудничеством. То есть, опять же, не могу не сказать и не заметить. Это всем известно. Корея сегодня лидер в технологиях. Взять ту же компанию Samsung и что она сейчас демонстрирует, какие достижения. Интересен ли Казахстан как партнер Южной Кореи в плане технологического обмена? По опыту нашей страны, транспорт, технология – это очень важно. Но как это получится? Потому что технология стоит очень дорого. И никто не хочет продать это джошево. Но у нас есть, например, план строительства Бархазской ТЭС и Атлаусского нефтехимического комплекса. Там принадлежит специальная программа обучения и подготовка кадров, кадровских кадров. Потому что это понятно, без инженеров такой крупный проект не испаряется. Такой план – это не только 3-4 года, но даже после окончания строительства это должна быть операция 20-30 лет. И поэтому для успешного проведения, успешной работы в этом проектах мы приглашаем инженеров, и мы готовим такой курс обучения. Если я не ошибаюсь, вы активно знакомитесь с Казахстаном, ездите по регионам. Вы уже много посмотрели регионов? В прошлом году, когда я приехал в Казахстан, это в марте прошлого года, после этого уже я побывал во всех областях, почти во всех областях, и командировка была больше 40 раз. И это по приглашению Аким для инвестиционного форума, для деленной экономики и так далее. Я вижу здесь очень активные деятельности для успешного проведения политика, которую президент и ваше правительство проводят. Казахстан сейчас интересует опытом Южной Кореи в проведении Всемирной выставки, которая была в ЙОСУ. Вы уже упомянули, 2017 год, собственно, пока ровное поле, пока проекты, пока эскизы какие-то там и так далее. Но вот опыт Кореи, он может пригодиться, как вы считаете, Казахстану? Да, уже много делегаций, много экспертов Казахстана посетили город ЮСУ, потому что они считали, что Южная Корея успешно провела там экспо-2017. Это не только там построить павильон и показать культуру и технологию, но самое главное, там есть технология, передовая технология. Это не только ЙОСУ, но там проведение саммита ядерного оружия. Насколько я знаю, что понравилась наша технология. Без препятствия мы контролировали все ситуации там, и это было успешно, и все говорили, что отличная технология Южная Корея помогла много для успешного проведения. И поэтому мы готовы, и мы даже послали одного экспорта здесь в кабинет уже. Он постоянно здесь сидит и поконсультироваться вместе. Я смотрю у вас фотографии. Вы сами увлекаетесь фотографией? Нет, это мы получили из Кореи, это красивый вид весной. Там Корея, это совсем по-другому. Здесь в Казахстане очень... Есть небо, да. Но там гора и красивые цветы весной. И поэтому я скучаю немножко. Это в апреле прошлого года я вручил величие громады президенту Назарбаеву. Когда я вручил величие громады, он прямо смотрел на меня и подчеркнул, что надо предлагать усилия для того, чтобы успешно провести крупные проекты. Ясно. Я благодарю вас за беседу. Спасибо вам большое. Очень приятно было поговорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин